Добро пожаловать в Рейнзинг Интерактив. Сегодня у нас особая тема. Сегодня я хотел бы еще раз представить вам клипсовую отвертку и все технические детали, связанные с ней. Я пригласил для этого сегодня активную поддержку. Во-первых, Ивон Зайлер из отдела прикладных технологий, и во-вторых, Томаса Фюленберга из отдела исследований и разработок. Сегодня они смогут рассказать вам обо всех этих вещах немного больше, чем я. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому поводу, вы знаете, вы можете аккуратно опубликовать свои вопросы в чате. Не стесняйтесь, в том числе в Инстаграм и в Фейсбук. Еще раз большое спасибо за все отзывы о последней трансляции. А в остальном мне остается только сказать Томасу, что все в порядке. Теперь я немного предоставляю слово Томасу. Хорошо. Да, прошло почти 10 лет с тех пор, как мы начали задумываться о применении тюремного заключения при двойном проезде. На самом деле ситуация была для нас не совсем удовлетворительной, потому что гвозди, которые были прибиты, гвозди не всегда находятся там, где они должны были быть на самом деле. Мы просто представили здесь такой сценарий задержания. Вы видите в заключении несколько гвоздей, оно сильно деформировано, но видно, что гвозди не входят в предусмотренные для этого отверстия. И это действительно большая проблема, потому что если крепеж находится не там, где он должен быть, то и крепеж не будет удерживать то, что он должен удерживать. И это на самом деле уже создает проблему для вас, как для мастера, или ситуацию, когда если дорожный день не закреплен должным образом, это может привести к проблемам. И кто несет за это ответственность? Вы, как ремесленник, находитесь под гарантией. И это то, что мы хотели решить, весь этот вопрос. И это фактически определяет или формулирует цель нашего проекта, гораздо лучше сказать. Мы хотим, чтобы крепления выдерживали высокие статические нагрузки. И мы хотим, чтобы крепления были определенными, чтобы они действительно удерживали то, что должны удерживать. И вот мы уже совсем близко к следующему прыжку. Мы больше не хотим прибивать, мы хотим прикрутить. Мы хотим, чтобы винты располагались именно там, где они должны были находиться и выдерживали большую нагрузку, потому что на самом деле винты выдерживают больше, чем гвозди. Тогда, может быть, мы кратко рассмотрим, какие соображения мы по этому поводу выдвинули. И вон, ты сделаешь следующий слайд. Вот именно. Мы рассмотрели несколько параметров крепления. Да-да, это часто бывает. Все сводится к следующему. Где находится крепежное отверстие, где находится прорезь. Где, следовательно, может скользить крепеж, где может происходить расширение. И мы использовали метод конечных элементов. Это визуализация одного, то есть статически поддерживаемая визуализация одного компонента. И мы видим здесь снимок нашей инженерной компании, с которой мы тогда работали. Мы смогли точно определить, где должны быть установлены винты, где должна быть прорезь, на каком расстоянии от контактного основания, на какой высоте должна быть прорезь. И вы видите эти окрашенные участки. Край винта имеет желтовато-красноватый оттенок. Возможно, это может привести к какой-то проблеме, расстегиванию винта или просто к этим краям. Но вы сами знаете, это может быть намного сильнее прилипания, которое трескается. Тюремное заключение часто рвется в том месте, где находится щель. Хорошо, об этом тоже. Итак, мы установили геометрию в том виде, в каком мы ее видим сегодня. У нас есть один, у нас есть клей в двух разных вариантах, один раз для применения со структурированным разделительным слоем, а другой – без структурированного разделительного слоя. Это называется стандартный клей, то есть стандартный для укладки непосредственно на деревянную опалубку на более низкой высоте, в качестве фиксированного и скользящего. И у нас есть фиксированный и скользящий клей для укладки со структурированным разделительным слоем, который он имеет, немного выше. Но затем я говорил об определенном креплении, и таким образом у нас действительно была следующая цель проекта. Как мы можем гарантировать, что болт действительно будет установлен там, где он должен быть установлен, быстро, но при этом действительно определенным образом? И вот мы приступили к разработке одного или в более общем плане к рассмотрению вариантов болтов. Мы нашли отличного партнера с компанией Fine. Вероятно, многие из вас уже знакомы с этим устройством. Это отличный шуруповерт. Но это не шуруповерт, а шуруповерт для гипсокартона, который действительно поворачивает его, когда на него оказывается давление с передней стороны. Это когда вы действительно нажимаете вниз, и он оказывает давление на наконечник спереди, когда прикручиваете клей. К этому прилагается насадка для магазина, где здесь устанавливаются и вставляются винтовые ремни. 50 винтов в одном ремне. Но в основе всего этого лежит специальная насадка. Я просто представил вам несколько этапов разработки продукта, прототипы. Мы начали с такой маленькой специальной насадки, у которой была такая пластина внизу, затем мы удалили пластину и придали только круглую форму лапки. Или лапки со специальной насадкой, которая подходила для крепления. Тогда мы уже поставили вот такие маленькие рожки, чтобы, может быть, где-нибудь мы могли более точно определить всю обстановку в тюрьме. И тогда родилась мысль, что, возможно, у нас действительно есть возможность ориентироваться в местах заключения с помощью таких маленьких шипов. А затем мы продолжили эти этапы разработки, пока у нас не появился первый, первый продаваемый продукт. Вы его узнаете. Он существует уже несколько лет или существует уже несколько лет. Несколько лет. Но затем мы обнаружили, что поскольку тот или иной мастер не имеет опыта в нанесении шуруповерта для гипсокартона. У него, возможно, все еще есть проблемы с установкой шурупов на скобы, поскольку он не имеет опыта в нанесении шуруповерта для гипсокартона. И поэтому мы снова... Затем мы снова действительно установили втулку со специальной насадкой, которая, когда винт выходит из ремня, как бы продвигается долотом дальше. Чтобы втулка удерживала этот винт от откидывания, и мы действительно очень быстро и четко определили, какой винт там находится. Сэр, мы не можем этого сделать. Может быть совсем коротко, но это как раз то, что Андре снова показывает на модели. Итак, у нас здесь есть два стержня, и у нас есть клей, в котором есть три отверстия. Среднее отверстие действительно предназначено только для того, чтобы мы могли расположить этот специальный наконечник, чтобы мы могли почувствовать, как в него входят стержни. И вот так левый шип помещается в центральное отверстие, а затем правый винт может быть закреплен, и мы меняем правый шип на центральное отверстие, и левый винт может быть закреплен. Это так просто. И, конечно же, очень быстро. На самом деле, это уже были мои мысли по поводу того, как это работает. Может быть, еще раз вкратце об общем ассортименте. У нас есть клей в высоком исполнении и стандартном исполнении для укладки с использованием структурированного разделительного слоя, стандартном для прямой укладки на деревянную опалубку. У нас есть магазинные болты в виде стального болта, окрашенные в белый цвет, чтобы вы тоже могли их увидеть, если они останутся на фактурном разделительном слое. Возможно, они могут быть собраны, потому что в противном случае под крышкой багажника останутся какие-либо отпечатки. И у нас есть винты даже в свободной версии. И у нас просто есть комплектная машина с насадкой для магазина и специальной насадкой. Сказала Андреа. И теперь, по сути, вам решать, как это сделать. Да, спасибо Томасу за этот замечательный показ раньше, и объясните все это. Теперь я хотел бы еще раз немного подробнее остановиться на том, как мы ведем себя с задержанным здесь. Итак, вот эта небольшая модель. Вы видите здесь структурированную ситуацию разделения. Это означает, что я должен обратить внимание на то, что я выбираю высокое исполнение, то есть более высокое. В данном случае я взял на себя ответственность. Вы видите, что здесь внизу Томас уже хорошо объяснил, что это округление, это непрерывная линия, идут рука об руку с этой линией. Это означает, что если я включу машину, она обязательно должна быть включена до этого, и затем установлю здесь округление, а затем нажму. Видите? Майкл, в ней что-то есть. Отлично. Итак, мы погрузили это прекрасное в яму здесь, внизу, так, как и должно быть. Мы сделаем то же самое снова на другой стороне. Я посмотрю туда. И там он снова аккуратно на том месте, где должен быть. Я сейчас покажу вам то же самое вот здесь, на этом ползуне. Также будьте осторожны, снова используйте версию Хай при структурированном положении отделения, и всегда проверяйте, может быть в коробке что-то немного соскользнуло, что она снова находится в фиксаторе. Приведите себя в порядок. Затем аккуратно включите машину вот здесь, с иглой в корпусе, вот здесь, спереди, зафиксируйте ее на месте. И вы увидите, что и там она снова находится в нужном месте. Мы сделаем то же самое снова. Мы фиксируем это здесь, ищем это. И тоже там, в нужном месте, да? Так что всегда обращайте внимание, очень важна также настройка здесь, на машине. Да, вы видите, у нас теперь есть настройка, когда у меня машина вот так, слева от меня, потому что зона завинчивания. Если случится так, что вы, ребята, все-таки добрались, и винт не был правильно утоплен, потому что он двигался в обратном направлении, вы, конечно, можете снять головку. А затем, в случае необходимости, один раз ослабить этот винт. Да, итак, вы видите, что вам не нужна вторая батарея на строительстве. Все это можно использовать и тогда. Так что теперь, собственно, все это подходит к практической части. Теперь я бы сказал, я бы еще раз предоставил слово Ивоне. Положите все это сюда. Тогда я выйду первым. Да, спасибо, Андре. Спасибо, Томасу, за это замечательное вступление. Теперь вы, конечно, задаетесь вопросом, почему мы приложили все эти усилия? Какой практический эффект это в конечном итоге окажет на вас? Важно то, что благодаря этим обширным испытаниям, которые мы провели, мы получили надежную основу для получения общего разрешения на строительство нашей системы стоячих швов. Это, по сути, единственное разрешение, которое существует для области стоячих швов. И да, мы очень гордимся тем, что нам удалось это сделать. Что такое общее разрешение на строительство? Вы наверняка слышали это много раз. Так что это в основном национальное доказательство пригодности строительных изделий и, следовательно, специально для статически значимых изделий, которые обычно используются в строительстве. Например, для дюбелей или проходов на крыше. Для чего вам это не нужно? Например, для водостока на крыше или панели и лент. Строители и проектировщики часто спрашивают нас в области прикладных технологий, есть ли у вас разрешение на водосток на крыше. Нет, у нас его нет. В этом нет необходимости. Но для зоны постоянного движения это в новинку, и поэтому это важно и для нас. Для чего предназначен этот допуск? Вы можете еще раз взглянуть на это здесь. В основном для самих профилей со стоячим швом, для нашего крепления. И кроме того, у нас есть отдельное разрешение на использование наших пяти зажимов со стоячим швом, которые можно использовать, например, для крепления солнечных батарей на крышах. Важно то, что, получив это разрешение, мы также юридически определили, что можем применять эти 600 ньютонов. Вы наверняка знаете, что технические правила обычно предусматривают только 400 ньютонов для фиксации. И, получив одобрение, мы сможем в основном превзойти все это. И получить надежную и безопасную основу для расчета для всех применений в режиме ожидания. Важно, например, то, что у нас есть не только доказательства нормального натяжения от ветрового стекла или сжатия, но и надежные доказательства поглощения тяговых сил. Например, от солнечных батарей или системы лавливания снега, которые соответствующим образом воздействуют на твердую поверхность, сказала она. У нас также есть доказательства того, что сила тяги, создаваемая солнечными батареями или системами улавливания снега, действует соответствующим образом на твердую поверхность. Эти нагрузки должны быть надежно рассчитаны. И здесь мы впервые имеем надежную расчетную базу. И, соответственно, безопасность для вас, ребята. Да, в сущности, все это также поставило нас в такое положение, что мы можем предложить 40-летнюю гарантию на покрытие этой ответственности. Опять же, для вас больше безопасности и надежной работы. Если сейчас речь идет об определении сроков содержания под стражей, то есть несколько вариантов. Это в основном зависит от ситуации в строительстве. В простых случаях, которые у вас есть каждый день, например, при отделке фронтонов или мансардных окон, вы можете сделать это относительно легко. Вы знаете правила работы сантехников. Вы знаете, что там есть соответствующая информация. И как проще всего применить это к нашим ценностям. Итак, давайте сначала посмотрим, что у меня за зона ветровой нагрузки. Это указано в правилах для специалистов-сантехников. Итак, смотрите сюда. Я выбрала Ганновер. У нас там есть вторая ветровая зона, а затем есть таблицы «Один раз» для применения на крыше и для облицовки фасадов. Мы видим здесь применение на крыше, а затем, по сути, переходим сюда. Но я имею в виду зону второй ветровой нагрузки. У меня есть скат крыши, и у меня есть высота здания, которая действительно важна. Очевидно, что чем выше здание, тем выше будут нагрузки. И, соответственно, здесь можно больше поднимать эти ветровые стекла, а также для различных участков крыши. Мы снова видим это здесь. Вы, конечно, знаете, что у нас всегда есть нормальный диапазон при такой двускатной или двускатной крыше, что бы у вас ни было, где у меня относительно нормальные ветровые нагрузки. Но в угловых и боковых зонах у меня более высокие ветровые нагрузки. И иногда это может быть очень, очень важно для расстояний сцепления. Так что вы должны это учитывать. Эта информация о том, как работает это разделение, вы также найдете в звуке соответствующим образом. Итак, используя значения, которые вы получили из таблицы, вы, по сути, просто переходите к нашей таблице. Она выделена вот таким розовым цветом, и здесь вы можете видеть классы ветра. Вот здесь вы видите дополнительные расстояния сцепления, например, для 430 ширины мойки. И вот, видите, мы всегда движемся в пределах 500 миль отсюда. Да, это самое лучшее из тех 600 ньютонов, которые мы можем установить. Так что в большинстве случаев, в обычных случаях, мы действительно всегда можем использовать это расстояние в 500 для всей площади крыши, а также для краев и углов. И это, конечно, большое преимущество. Так вот, это самая простая версия. То, что мы предлагаем для вас, ребята, это, например, статический предварительный размер. Вот на что вам нужно обратить внимание. Это, безусловно, хорошо, если у меня есть более крупный строительный проект для предварительной оценки. Это, безусловно, разница между тем, рассчитываю ли я расстояние между стойками, их количество, скажем, с помощью обычного молотка длиннее 35 см, или нет. Могу ли я считать за основу, что мне нужно всего 500? Соответственно, это сокращает расходы, а также, соответственно, количество задержаний и расходы. При расчете, конечно, важно. Но это предварительное определение размеров не заменяет статический расчет. Итак, тема статического расчета повторяется снова и снова. Да, она становится все более важной. Таким образом, мы все больше и больше сталкиваемся с ситуацией, когда это требуется. И тема в основном такова. Вы должны посмотреть, что у меня за ситуация. В проектах общественных работ вы никогда не найдете статических доказательств, потому что это то, что в принципе требуется. Или вам просто нужно обратить внимание на то, что есть в моем реестре услуг. Если у меня есть позиция, статическое подтверждение, и я также вписала туда цифру, тогда я также должна предоставить статическое подтверждение, которое также подлежит проверке. И вы также можете обратиться к нам по этому поводу. Мы предоставляем это как услугу, то есть определение дополнительных объектов, и тогда, по сути, у вас есть действительно стопроцентная уверенность в том, что все это работает хорошо. Когда все это станет важным? Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда солнечные электростанции должны быть запущены. Либо параллельно со строительством, либо в процессе проектирования, либо частично после этого. Но теперь я бы хотела, чтобы на крыше была установлена еще одна солнечная батарея. И тогда это будет сложно. Если это будет определено сопутствующим образом, то это также может быть учтено в этом расчете. Тогда, в принципе, мы можем точно определить с помощью этого статического расчета, сколько цепей. Сколько цепей мне нужно больше, например, для определения тяговых нагрузок. И сколько зажимов требуется для разумного размещения нагрузок в конструкции. У нас часто возникает ситуация, когда, оглядываясь назад, кто-то хочет установить солнечную батарею на свою существующую стоячую крышу, которая, по-моему, уже пять лет стоит. И тогда нам звонят и задают несколько вопросов. Какие клейкие ленты были использованы? На каком расстоянии? Никто не может сказать в обычном случае. И поэтому я хотела бы еще раз обратиться к вам с этим вопросом. По каждому строительному проекту точно определяется, оформляется документация. Точно записывает, точно записывает, где я установил штифт, на каком расстоянии, в соответствии со спецификациями, которые у нас есть здесь с нашими винтами. И определяет все это в таком заявлении предпринимателя. Вы можете скачать это себе. Там вы просто вводите данные о расстояниях сцепления и зоне ветровой нагрузки, и, возможно, делаете небольшой набросок, чтобы вы могли это точно рассмотреть. Это получает фермер, это получает руководство стройки, и, конечно же, для вас, ребята, подбирать, если после этого возникнут какие-либо проблемы. В конечном счете, позже можно будет снова разобраться, можно ли без проблем установить солнечную батарею, или она просто не работает. Поэтому, в принципе, очень важна документация. Хорошо, да, это самые важные вещи по статике и измерению расстояний сцепления. Тогда я передам еще одно предложение. Да, и последнее, но не менее важное. Мне остается только сказать «да», искреннее спасибо Ивоне и Томасу за отличное техническое исполнение нашей отвертки щелчок-щелчок и за объяснение всего ассортимента. Если у вас есть еще вопросы по этому поводу, вы же знаете, где нас найти – в Инстаграм, в Фейсбук и, конечно же, в чате на Ютуб. Не стесняйтесь, пишите все на чистоту. Вы знаете, вы всегда получите ответ. В заключение мне остается только сказать, я надеюсь, что вам снова понравилось это небольшое путешествие со мной по технологиям. Если в одной из следующих передач у вас, возможно, снова появится желаемая тема, вы также можете написать об этом в чате. Вы это знаете. В противном случае мне остается только сказать вам искреннее спасибо за то, что вы были там, и до следующего раза. До свидания.